на любителя все это дело да как и все корабли его я все-таки сторонник более чего-то где нужно что-то превозмогать где геймплей предполагает разные стороны раскрытия корабля а тундры держи дистанцию ебашь фугас все ты будешь при уроне всегда не сможешь затащить не сможешь победить да похую дамага тундры набьет всегда без проблем и это скучно как по мне то ли дело монтана то ли дело курфюрст да даже тот же мать его и мата это нужно превозмочь это нужно погореть это нужно опиздюлиться это нужно придумать как реализовать корабль а тундры и конь фугас ебашишь нагиб идет на сам по себе это плохие корабли они губят какую-то тактику и логику поэтому я на них не сильно люблю играть хотя какой-то ранговый спринт помню проходить не спринт ранговый сезон какой-то на ту на не на тундре на коне проходил и мне все говорили конь для рангов не очень а мы чуть проходили нагибали и все у нас было очень да дело не в пострадывание так условно дело в том что реализация корабля для меня должна быть интересной чтобы нужно что-то было делать кроме одного движения почему я например не люблю хабаровск то что там плывешь по прямой и мышку зажимаешь снарядики летят и все воюют почему я не люблю шамака потому что плывешь по прямой ждешь перезарядки торпед пускаешь торпеды не это крайности геймплея которые мне не заходит на генденбурге 300 с чем-то к было тоже круто и поражение насколько я помню ладно у нас анкорич нам кстати повезло мы прям в таком топе топовом может что из этого прокатит плюс стандартный бой а это значит что не нужно париться на тему точек удерживай здоровую центральную зеленую точу и будет тебе счастье пошли я дальше гореть от девяток и десяток кстати заявку клан я кинул есть вчера да надо посмотреть муж кого принять интерпрайз тут всякие летают мы сейчас имеем вероятность выплывания под торпеды бэнсона и меня это нихера не радует ой слава богу ты меня остановил если сейчас норка меня не пробьет вообще будет заебок а мы светимся от кого от 31 я не пойму или а сканы нас светил все понял 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 сканы сюда еще и торпед пойди насрал ну не совсем сюда но насрал анкорич от настолько бревно что просто трэш ну карасиоли идет убиваться это тоже печаль здесь вот сейчас еще полтава кстати подвыйдет там за так 39 с детонила наша нехорошо забавно так ладно полтаванька притормаживает там ну карася мы потеряем к сожалению потому что ну наши эсминцы не смогли его сопроводить просто не смогли но и с другой стороны нахер бы он тоже туда поперся не сильно понятно минус 4 к слову блять минус 4 сука и один из них кутузов то есть вообще охуенные пацаны сильнейшие мира сего там зато блять обходные какие-то маневры у минска чо он там воюет хрен его знает нам полтаву надо через торпеды пытаться убивать без торпед мою конечно ни хера не завалим это самое печальное во всем этом деле под этот остров доворачивать хотя у нас норка за спиной есть явик слову поэтому полтава может сейчас и отъедет минск там блять нахуй умирает но у него развлекуха интересная опаньки на донышко так мода теперь надо фуга бэбэшки нам надо талина бэбэшки вы посмотрите уже минус сколько но просто ебан мрут они даже не пытаются жить а мой топовый линкор не пытается тоже чё-то нагнуть выйдет уж на передовую ну ёб твою мать ну почему они все время жмутся за меня за меня за меня блять течет нахуй надо блять за ручку отвести чтоб ты воевать начал давай ручку хуй с тобой поведу блять стоит и мне блять мешается и толку от него нихера никакого о убийца так формально у нас есть топовый линкор фуловый есть авик который мог бы посвятить эсминцы есть еще бэнсон фуловый вот он умеет играть это точно скорее всего ты умеешь играть или не умеешь должен уметь надо ему значит саппортить к нему смещаться потому что в принципе вот это все мы способны убить принципе способны но мы можем наплыть на какую-нибудь блядскую торпеду и все как бы закончится на этом твою мать вот сейчас он из засвета исчез паршиво очень паршиво исчез черканули не попали нормально а вот сейчас попали комфорн пенитрэйшн пенитрэйшн конформ сосом блять и сюда сейчас на фуги уходим на фуги на фуги но там вот конечно нас лексингтон весьма в противоречивом состоянии девять попаданий вообще охуенно лекса преследует вой блять он не знает что я попал девятью пульками там от зетки 31 не осталось нихуя просто не хуя просто не хуя блять если лексингтона потеряем конечно наша жизнь усложнится ну норк там блаженно она вообще на карту не смотрит у нее все хорошо да блять в того попадали настолько много в этого попасть нихера не можем ну пизда и сейчас здесь линкор еще будет твою мать ну какой же пасос наху вообще туда уплывать было тебе блять воды что ли мало ну просто реально зачем надо было блять уплывать вот туда просто не знаю его во первых как раньше могли бы срезать под другим углом во вторых сейчас просто у него получается его преследует блять и приходится туда отходить а здесь остался эсминец у которого блять 500 хп и это дико бесит я вам скажу плюс это норка которая стоит вон там еблонизирует у которой все хорошо я бы даже сказал все замечательно он пмк будет сейчас воевать бля по жопе попадаем этих самых пожаров нету ни хрена и в центр попадали пожаров не было ни хера и куда бы не попадали пожаров нет ни хера вот наныл заебись так бэнсон убил бэнсона это профит есть какой-никакой этот убил этого но он убьет сканы либо даже сам авик добьет может быть но не а нихуя он не играет потому что блять короче суть в чем ну да он там сейчас его достреляет спасет тем самым авик скорее всего но возвращаться сюда долго и здесь блять весьма калеченная z к 31 просто калеченая в хлам это дико напрягает и он с вот этой стороны там еще фуловы магами но нам главное зетку чтоб убили сейчас нам главное смерть зетки нет зетка уже вон там вон это печальность печальность и бренность бытия блять сквозняков сука были бы фугаса он бы сдох второй раз я в него вдупляю короче урона убить не могу второй раз и это самое печальное печальнее только то что мы все равно в данный момент времени проигрываем по очкам и как ни крути это хуёво но они по идее не должны дойти не дошли ебать охуенно просто великолепно я бы даже сказал сейчас посмотрим чё из-за всего этого уклонения выйдет фусо так-то нуб он где-то далеко все это время был конечно же точка истребительная где-то над нами даже практически хуя себе кусок в нас не стреляет шикарно так фусик не по нам проводим дымовую операцию дымовую оперейшн дымовую оперейшн 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 сука если он меня убьет в дымы я буду ржать нахуй я просто буду в лицо ржать всем тем кто это придумает блин так у меня заметность после выстрела гк в дымах где это после выстрела гк в дымах 8 километров 8 километров сначала фусо надо в любом случае раздалбливать он при том же понимаете он так-то ни о чем но проблема в том что он хуярит бэбэшками а вы знаете что рандом он сука против меня всегда поэтому надо бы чтобы он почил а потом как-то будет на душе легче я вообще не знаю куда он стреляет мы уже из дымов сейчас разгоняемся выходим потому что он все равно как это называется в зоне засвета нашего поэтому поэтому вот так поэтому поэтому вот так нормально вроде живем ну конечно веководческое говно на нас провесила пожар как могло бы быть иначе но возможно мы со своей задачей справимся да и сами сейчас почтим память павших союзняк кракен и поджигатель ну блять тебе осталось дотащить ты уж извиняйтесь конечно сука пизд а вы говорите говно смотри какой боец охуенный получился но мы еще не победили печальность ситуации именно в этом потому что авика у нашего очень мало хп ему бы истребительные точки ставить бы на подходе чтобы его не не снасильничали он плохо играет бля я думаю он будет тащить он что-то проебывается на бэнс они просто треша ними хотя бы бэшки сейчас сует может раздамажит у него по идее так-то дымы должны быть но он в пмк алекс а тут весь вопрос в том что вот сейчас что будет делать этот лекс если он полетит вот этого добивать то и он не успеет тогда скорее все бэнсона грохнуть полетит бэнсона убивать наш авик его до раздамажит и он проебет все равно патовая ситуация как ни крути пиздюлей получает нормально потащил он конечно в победу повлиял но повлиял весьма значимо знаете почему то что он не сдох вот серьезно он не сдох так-то проконтрил и в принципе нормас но норка в данном бою конечно меня напрягала дико то что ну серьезно когда можно было ты в топе блять ты в топе в топном эти вот просто в самом дичайшем топе как так можно стрёмно стоять на месте я не знаю ну и все его сейчас авик дотапливает жалко что мы не выжили но авик это пошел все-таки фраг себе забрал ему на самом деле авику этому не надо было до меня домогаться ему надо было сразу топить идти лексингтона и тогда бы может быть он бы остался один на один с эсминцем и глядишь что-нибудь потащил бы но это опять-таки с дивана все виднее потом гнет блять а вы говно говно ну так на самом деле говно кстати заметили что дымы поставил только один раз это в конце боя но и надо отдать должное мы были в топе поэтому и охуенно если были бы в не в топе ну глядишь было бы не так классно